Состоялась девятая сессия областного совета народных депутатов. На ней обсуждался ряд вопросов, связанных с поддержкой субъектов предпринимательства, эффективного использования недвижимости и целевого назначения дополнительных средств из местного бюджета. В ней приняли участие депутаты областных городских и районных советов народных депутатов, заместители Хокима области, руководители финансовых учреждений. Сессию вел Хоким области Аркинджон Турдымов. Прежде всего, депутаты рассмотрели вопрос эффективности мер, принимаемых для поддержки бизнеса и выделения льготных кредитов в условиях пандемии. Отчет об этом был дан управляющим областного главного управления Центрального банка Утабеком Тухтаевым. Было отмечено, что в целях смягчения негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений были приняты 16 специальных постановлений и указов президентам страны. Соответственно, Центральному и коммерческим банкам был дан ряд инструкций, и все банки в регионе работают над тем, чтобы обеспечить их выполнение. В частности, принимаются меры для обеспечения бесперебойной работы платежной системы банка в соответствии с правилами карантина, наличия денег в банкоматах, а также посмягчению негативного воздействия пандемии на секторы экономики путем предоставления льготных кредитов. Они выданы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, а срок погашения имеющихся долгов по предыдущим кредитам продлен. Вместе с этим констатировалось, что необходимо создать достаточное удобство платежной системе для населения, увеличить количество терминалов, усилить профилактическую работу в этой отрасли, увеличить доходы населения путем обучения граждан предпринимательству. Были внесены предложения по адаптации банков к одинаковым условиям и повышению качества услуг. Далее, по следующему вопросу повестки дня об организации эффективного использования свободных объектов государственной недвижимости, выступил начальник областного управления Агентства по управлению государственными активами Сухроп Мамараимов. По состоянию на 1 января этого года в области сформирован список из 163 свободных государственных объектов. По сообщению Мамараимова, для эффективного использования пустующих зданий ведется работа по их переводу на баланс хокемиатов, выставлению их на электронный аукцион ЕИЖРО, продаже предприятиям с обязательством внедрения инвестиций и сносу ветхих объектов, отработавших свой срок. На заседании были обсуждены вопросы целевого использования дополнительных ресурсов областного бюджета и другое. По всем вопросам повестки заседания приняты соответствующие решения.